Я сегодня пришел не один, но вы мне скажете, что-то не то говорите. Да, действительно, посмотрите внимательно, я принес вам то, что вы, может быть, никогда не увидите. Вот я вам принес Стальной Народник, Стальной Народник 42-го года. И обратите внимание, что этот Стальной Народник из-под Новгорода, это 42-й год, вы видите, что этот Народник полностью прострелен, солдат нашего советского, солдат погиб, а вот этот Народник. А вот сейчас я вам покажу каску, Стальной Шлем 40. Поднимайся на сцену, поднялись, солдаты поднялись, много, тихо. Так, второго сюда, молодого, будущего офицера, бери, тут Народник у нас, второго, и Стива сюда, много, и Стива сюда. Продолжение следует... Ребята, я убедительно вас спрошу, что вы знаете, в чем радость этого события? Не о том, что вам показать, рассказать, а чтобы вы теплом своих рук согрели реликвии победы погибших солдат, согрели теплом своих рук, их души. И их нету, ну я не знаю, есть ли тот свет, нету того света, но где-то рядом их души находятся здесь. И вот вы, это Стальной Народник, когда шли в наступление, одевали Народник Стальной, он защищал грудь. И гнилцы удивлялись, что как это так, стреляем солдата советского, а он остается жив и неубиваемый. Это вот, чтобы вы, отряды-то те, шли в бой, кто самые были смелые. А вот, скажите мне, что это у него в руках? Автомат, а как называется? Автомат ППШ-41. Изобрел у нас конструктор Георгий Шпагин. Вот автомат находится. Причем я хочу сказать, что это автомат настоящий. Не какой-то самоделка там, а 44-го года изготовления. А ну-ка, кого еще одного? Девочку давайте, вот девочку. Да давайте обоих. Давайте, ну-ка, смотрите, бери вот сюда, вот тут. Нажимай. Вот тут, вот это, крючочек, нажимай. Да не бойся, нажимай. Нажимай, тяни на себя. Бери, тяни. О, смотрите, что это такое? Магазин. Ну-ка, а теперь, на-ка, держи. Что-то пришло сюда? На, держи. А теперь, смотрите, нажимай уже, да. И вот так вот делаем. Вот так делаем. Вот открывайте. О, а что это такое? Сколько штук? 70 патронов. 70 патронов. Вот приходилось здесь, в этом автомате. И я, другой момент. Вы, кино, смотрите про войну, да? Ну, смотрите, ну, молодцы. Хоть не от покемона, да и всякие, да, другие. Держи, становись. Значит, а другой важный момент. Другой важный момент. Держи, пожалуйста. А вот в ближнем бою всегда использовалось солдатам пистолет. Использовался пистолет, настоящий пистолет ТЭТВЕР. Вот, 43-го года оружие. Так что, вы сегодня увидели, что это настоящее оружие, настоящий пистолет, настоящие предметы военные. И что хотелось еще сказать? Вот, мальчик держит автоматы, иди он с автоматом. Вы видите кино, когда немцы идут, с ашмайсером и стреляют. А вот эти автоматы, вот эти автоматы ППШ, делали на заводах, на мебельных фабриках. Такие же вот точно мальчишки, как вы. Их делали несложно, и во время боя наши солдаты наступали. И давайте, девочки, сюда подходи. Как тебя зовут? А? Реально, да? Так, давай. Сейчас. Значит, вот этот автомат, он уже устал, бедный. Он весит почти 6 килограмм. Не устал? Да, держи. 6 килограмм. Заряжен он в состоянии. Во время боя, особенно в Сталинграде, во время ближнего боя в Берлине, на Курской дуге, а это там, там, в ближнем бою, это было оружие, которое враг бежал и боялся. Ну и солдаты, знаете, как говорили? Папаша ППШ – широкая душа. Две очереди, речи заменяют, а вот стоит красивый, замечательный. Как тебя зовут? Да, Нью-Йорк. Что это у вас в руках? Какая? Винтовка Мосина Сергея Ивановича, образца 1891 года. Значит, она даже выше тебя. А выше ростом ты не дарос еще до этой винтовки. Ну, да, растешь. И вот эта винтовка стреляла на расстоянии двух тысяч метров. Ее была прицельная сила, и это самое массовое оружие советского солдата. Вот эта винтовка конкретно, эта винтовка, она сейчас, она не считается винтовкой, она, макет винтовки, она не стреляет и никогда не будет стрелять. Но вот эта винтовка, подержите, подержите, эта винтовка, вот эта винтовка, она найдена под Смоленском. Солдатик погиб. В 1941 году где-то похоронено в окопчике. Эта винтовка осталась целая, это была рамы, вот ее реконструировали. И я думаю, что он бы был рад, что эта винтовка не досталась врагу, он погибал, оружие не отдал, что эта винтовка...